Доброго времени! Посмотрим на такой плеер Bokman EX-37. Прекрасное косметическое состояние, практически капсула времени. В таком состоянии до нашего времени эти модели не доходят от слова практически никогда. Если только они не эксплуатировались, не слушались, а были приобретены в начале 90-х годов. Именно данная модель выпуска конца декабря 92-го года находится в прекраснейшем косметическом состоянии. Производство Японии. Мы можем увидеть здесь его название, а также выплавленный в пластике. Точнее, выступающий или вычеканенный из пластика Made in Japan логотип. Также видим, здесь есть возможность подсоединения адаптера на 3 Вольта с плюсом не по центру, с минусом по центру. То есть, это еще старый стандарт питания плееров, когда по центру шел минус или земля. То есть, при подсоединении такого штекера будьте внимательны, чтобы не перепутать полярность в этом плеере. И, в общем-то, этот разъем гораздо тоньше, чем впоследствии были вот такие тоненькие разъемы, как на таком плеере. И, в целом, если, например, вам не по карману вот такие дорогие изящные экстраслемы, как и X606, но хочется услышать качественный звук, приближенный максимально к винтажному звуку первых Вокменов, то рекомендую, очень рекомендую обратить внимание на такую модель с точки зрения звучания. Она вас удовлетворит. В этом, я уверен, более чем на... Более чем уверен или уверен на 100%. В общем, так я выражаю свою уверенность. По функционалу у него есть все необходимое. Есть режим Mega Bass, который активируется. Таким образом, мы видим, появляется в окошке он включенный, такой вот механический индикатор. Также эквалайзер двухполосный. Высокие частоты и низкие частоты. Как видим, ни одна из надписей не затерта. Логотип Вокмен в идеальнейшем состоянии, равно как и все надписи. Единственная буковка M вот побелела здесь на каком-то начальном сегменте этой буквы. А так, в целом, состояние великолепнейшее косметическое. Сзади клипса для ношения плеера на поясе. Она снимается легко, приподняв ее и выдвинул в направлении стрелочки релиз. Также мы ее можем установить на место. Батарейный отсек девственно чистый. В общем, головка, состояние просто идеальное. Равно как и прижимы роликов. Если можно отсюда видеть, я наведу сейчас фокус, сфокусирую. Или наведу резкость. Это четырехканальная головка. То есть, ну и, собственно, поставим кассету, послушаем немножко. Точнее, не послушаем. Слушать нужно, надев наушники. А мы просто увидим, что все работает. И убедимся в его звучании. По функционалу здесь, на верхней грани, мы видим, даже сохранился вот такой присущий глянец. Присущий новой вещи. Здесь обеспечена... Это модель системой шумопонижения Dolby B. Работает с двумя типами ленты. Хромметалл или первый тип ленты. Регулятор громкости. По этой грани управление функциями лентопротяжки. Перемотки. Вот я сейчас активировал перемотку вперед. Перемотка назад. Это закончилась кассета. В общем, два режима работы автореверса. Бесконечное воспроизведение. Либо воспроизведение кассеты единожды с остановкой. И ручное переключение автореверса. Эту часть мы уже рассмотрели. Где надписи о модели, плеера. В общем, состояние коллекционное. И главное, что логотип Sony блестит серебром. Видно, что плеер нигде не терся, не таскался. Так как после эксплуатации таких моделей, скажем, из относительно бюджетного сегмента, Sony тогда делали модели, которые по качеству звучания не уступали бы каким-то моделям высокого класса. Однако были бы доступны, скажем, среднестатистическому пользователю. И вот этот логотипчик мы видим, что просто блестит серебром, новизной, он аккуратен, вычеканен. В общем-то, весь плеер производит впечатление очень качественной, добротной вещи. Ну и переходим к включению. Перемотки мы посмотрели, что работает. Но на всякий случай я еще включу, продемонстрирую. Очень быстро. Это перемотка назад. Также остановка. И включаем воспроизведение. Нужно громкости добавить, конечно же, чтобы было слышно, что он играет. Еще промотаю на фрагмент, где слышна музыка. Через окошко мы можем наблюдать за вращением кассеты. Мы видим ее наличие. Однако окошко, его форма не позволяет оценить полноценно остаток ленты на кассете или расход ленты. Но все же эстетически это лучше, чем если бы вообще ничего не было. Поэтому это окошко вписывается в дизайн этого плеера. Такие полукруглые формы. Прекраснейшее состояние. Но самое главное достоинство это его звучание. И здесь я нисколько не преувеличу. Потому что звук действительно великолепен. Просто он не уступает звуку каких-то, скажем, топовых моделей. И для кого-то субъективно он может даже и превосходить звучанием такие вот модели, которые, в общем-то, здесь рядом валяются. Но речь не о них, а именно об этом экземпляре, который отлично звучит. Посмотрим, как работает реверс. Это ручное переключение реверса. Играет другая сторона. И я включу еще мегабас. Мегабас, конечно, творит фантастические вещи в плане улучшения звучания. Особенно мы можем также поднять высокие практически на максимум. Если, например, в этом есть необходимость или недостаток звонкости звучания. Однако, если кассета классно, качественно записана, то, в общем-то, можно даже в нейтрале оставлять все эти ползунки. И звук будет отличнейший. Сейчас я еще немножко промотаю, скажем, на какие-то другие фрагменты. Да, он не переусложнен различными системами типа AVLS или система поиска треков, что я считаю, в принципе, не ест большой или острой необходимостью по функционалу. Однако, обладает всеми самыми необходимыми функциями. И самое главное, отличным звучанием. Звук, который вас не разочарует. И дошло в нем даже много, на мой взгляд. Мы вставим еще какую-нибудь кассету. Это у нас Denon была. Поставим кассету Sony. Вставляется в направляющие. Да, и можно посмотреть, как автореверс работает, сымитировав остановку кассеты. И мы видим, что переключается автоматически реверс нормально. То есть, в данном случае, это разовое воспроизведение кассеты. При бесконечном режиме воспроизведения реверс будет переключаться. Вот мы видим, как срабатывает вот этот переключатель реверса автоматически, что свидетельствует об идеальном состоянии пасека в этом плеере. То есть, он не растянут, когда пасеки растягиваются или пасек, то реверс, как правило, начинает не срабатывать. Перемотки происходят с пробуксовками, либо вообще не происходят. Воспроизведения не сразу включаются. На самую другую сторону включим. Вот такой плеер в прекрасном косметическом состоянии, с отличным звуком. Со всех сторон посмотрели, убедились в том, что все работает. Реверс работает. Перемотки. Воспроизведение. В общем, благодарю за просмотр. Возможно, кому-то этот плеер интересен, но в качестве экземпляра для коллекции бюджетных моделей это просто просто как бы находка, когда не нужно выбрасывать сотни долларов на какие-то модели, но для практического использования и для, собственно, эстетики, так как этот плеер все еще имеет тот винтажный вид, присущий классическим моделям, но мне кажется, это мастхелл. Как бы особенно в таком идеальном, перфектном коллекционном состоянии. Хорошо, благодарю за просмотр. Всем пока.